Здравствуйте мои дорогие любители пасхалок и секретов в видеоиграх. Сегодня в своем очередном выпуске я решил поискать все это в легендарной и многими любимой второй части Assassin's Creed, разработанная и издана которая была компанией Ubisoft в ноябре 2009 года. Ну и чтобы сильно не задерживаться, давайте уже усаживайтесь перед своими мониторами поудобнее, так как я уже буду начинать. На вилле Аудиторе в Монтере Джонни на самом здании можно будет отыскать спрятанный глиф в виде штрих-кода и надписи под ним 12-21-2012 обозначающий дату предполагаемого конца света по календарю индейцев майя 21 декабря 2012 года, к нашему счастью который не произошел и мы до сих пор продолжаем радоваться различным веселым роликам на ютубе. Кстати, среди глифов нам попадаются и очень интересные рисунки, реально существующие на территории Земли. Это легендарные гигантские и фигурные геоглифы на плата Наска в южной части Перу. Если приглядеться к матери Эцио Марии, то мы с вами можем заметить, что носит она серьги и клон, чем-то напоминающие своим видом логотип компании Абстерго, которой и управляют тамплиеры, враждующие как раз с ассасинами. Либо мы чего-то не знаем и тут что-то скрывается, либо разработчики спрятали во всем этом еще одну какую-то тайну. Бегая по улочкам итальянских городов эпохи Возрождения, можно услышать от прохожих интересную фразу, в которой они нам предложат покидаться карликами. Не знаю откуда тут взялось такое нетрадиционное развлечение, ведь из официальных источников оно зародилось лишь в 80-х годах прошлого столетия в Австралии и до сих пор пользуется особым интересом. Может нечто подобное существовало и в те времена, было бы неплохо на такое взглянуть, а может просто кто-то из разработчиков попросту родом с самого маленького континента и он просто захотел сюда внести хоть что-то от себя. Ну что, покидаемся карликами? В миссии, когда нам нужно будет освободить главу венецианских наемников Бартоломео де Эльвиано, то не спешим это делать, а приблизившись к клетке, где его содержат под стражей, нужно лишь немного подождать и понаблюдать за сценкой. В одном из моментов наш будущий товарищ выдаст очень интересную фразу, которую мы с вами могли уже ранее слышать. Нечто подобное выдавал персонаж Хэнкок, играемый Уиллом Смитом в одноименном фильме «Своим противником». Тогда богом клянусь, я отрублю ваши долбаные головы и досуну их в ваши долбаные задницы! Я не стану выбирать, кто в чью задницу попадет! Какое это будет дрелище! Об этом будут слагать песни еще долгие годы! Я клянусь мамой, твою башку в жопу водили, его башка в твою жопу, а у тебя несчастливый билет, твоей достанется моя жопа! При первой встрече с нашим другом Леонардо да Винчи, Эцио попросит отремонтировать ему скрытый клинок, на что тот добрый в кавычках товарищ неплохо так пошутит над юношей, что для его использования нужно отрубить безымянный палец. А в итоге все таки сознается, что это была лишь шутка и теперь этого не требуется, а ведь именно в первой части так оно и было, и все участники Братства Ассасинов подвергались этой неприятной и болезненной процедуре. Сражаясь на улицах со стражниками, мы теперь получим возможность отбирать у них оружие и использовать его против врага. Так вот, есть тут одно очень интересное приспособление, а именно метла, отобранная нами у дворников, которую Эцио с особой легкостью также пускает при удобном случае в ход. По прохождению игры нам будут встречаться соломенные манекены, на которых мы сможем отрабатывать те или иные навыки. По окончанию же тренировки из них можно будет достать различные ценные предметы, среди которых будут попадаться и таинственные ключи, предназначение которых никому не известно. Так вот, существует легенда, что если собрать все ключи, а их целых шесть, то откроется секретный костюм Джованни Аудиторе. И находятся они в теле убийцы-проститутки, на бездыханном доже и остальные четыре в других тренировочных манекенах. И как мне кажется, все это полнейший фейк, так как более правдивой информации по поводу этих ключей не существует, и их до сих пор никому не удалось собрать все, а остались они лишь тут после бета-версии игры, по неопределенной случайности. Следующая пасхалка находится в тринадцатом блоке памяти, на консолях оно обозначается как DLC Костер Тщеславия. И чтобы ее обнаружить, поговорив с Макеавелли после того, как мы возвращаемся после приключений во Флоренцию, нужно сразу же идти к Палаццо Аудиторе, дом где проживала в начале игры семья главного героя. И как только мы будем подходить ко входу во дворик, у Эцио автоматически включится орлиное зрение, и мы увидим призраки своих покойных родственников. Очень трогательный и печальный момент, который активируется, к сожалению, лишь на консолях. Версии на ПК его попросту вырезали. По дороге на виллу Аудиторы в начале игры на нас нападут предатели, и нам поможет от них отбиться дядя Эцио, которого главный герой в самом начале не узнает. И представляясь своему племяннику, дядя произносит фразу «Это же я, Марио!» И говорит он ее в точно таком же стиле и интонации, как это делает в похожих вставках веселый водопроводчик из другой серии игр, супер-братья Марио. В тайнике в визитационе, после того, как мы убиваем убегающего от нас охранника, есть дверь с замком в виде черепа, которую нужно открыть. За дверью находится рычаг. Так вот, чтобы активировать пасхалку, нужно потянуть его и подойти к самой воде. Эцио нагнется и уставится в воду. Ждем около 30 секунд, и видим, как под водой проплывает нечто огромное и устрашающее, очень похожее на легендарного мифического кракена. После этого еще разок дергаем за рычаг и снова подходим к краю. Через некоторое время из воды появляется уже огромная щупальца этого гигантского чудовища. Ну и расскажу немного о тех или иных секретах, которые открываются нам после сбора определенных предметов. Когда нам удастся собрать все 100 перьев и отнести на виллу в шкатулку младшего брата, то мы тут же увидим небольшой ролик, в котором нам покажут, как мама Эцио поблагодарит его за проявленную к ней заботу. И мы получим в подарок красивый плащ с эмблемой семьи Аудиторе. Собрав все скрытые от простого взгляда глифы и полностью разгадав скрывающуюся в них истину, нам покажут очень интересный ролик, из которого мы узнаем, что первыми владельцами яблока и неким подобием ассасинов были Адам и Ева, самые первые люди. И мы увидим, как они покидают райские сады, пользуясь неплохо приемами паркура. Кстати, в игре присутствует и один неплохой бонус, приобретаемый в Юплее. Это оригинальный костюм Альтаира, который Эцио может примерить на себя. Не тот, что мы получаем за сбор всех ключей в гробницах ассасинов, а именно настоящий, в котором нам приходилось проходить всю первую часть. Ну а на сегодня, друзья мои, это последняя пасхалка и поэтому я буду заканчивать. А кому понравилось видео, конечно же не забудьте поставить под ним лайк и поделиться видосом со своими друзьями. Также подписывайтесь на мой канал и вступайте в группу ВКонтакте. Ну и оставляйте под видео свои комментарии, которые я обязательно прочитаю. А на этом все, до скорой встречи мои дорогие друзья, пока!